друзья всем привет вот это хэйлу с 30 это бюджетная модель для игр и для музыки более того эта модель с нераскрытым потенциалом во многом по звучанию и еще стоимость на эту модель в ближайшие 7 дней будет 30 долларов а не 50 как обычно это с 8 по 14 апреля на ли будет опять распродажа и используйте промокод в описании если для вас будет актуально так вот если минусы про которые я скажу в этом обзоре про эту модель для тебя будут не критичны то это просто отличный бюджетный вариант за 30 долларов и ты получишь полноразмерные хорошие наушники с шумоподавлением и временем автономной работы до 80 часов ну а ты обязательно подписывайся на этот канал my shoes меня зовут владимир попазов и здесь я рассказываю про хороший звук и всякие новые интересные наушники и так что же у нас в хейлу с 30-х по звучанию а звучание здесь все значительно преобладающим басом проваленной серединой и не ярким верхом но за звук здесь отвечают 40 миллиметровые динамические драйвер из кодеков только стандартные аэси и sbc так что хейлу это определенная басхедная модель с маленькой сценой низкой детализации и средней передачи тембров вокала и инструментов но учитывая что эта моделька стоит 30-50 долларов для этих денег звучание отличное если детальное по звучанию то бас гитары и бочка здесь довольно глуховатые и размазаны это я отнесу к минусу но если вам нравится низкочастотное звучание то s30 придутся вам по вкусу я думаю тут кстати говоря есть еще басовый режим отдельный который включается двойным тапом по правой чаше куда уже больше баса и когда вы его включаете бас становится еще больше гулки такой объемный он еще больше забивает средние и высокие частоты поэтому я рекомендую использовать этот режим только для игры или просмотры кино именно там звучит хорошо а для музыки ну прям вообще полный шлак не рекомендую вокал здесь слышен хорошо хотя середина немного провалено из-за этого он немного задвинут назад тарелки барабанов шейкеры и другая перкуссия не такие яркие звучат примерно на одном уровне с вокалом то есть среднем частотами что касается натуральности в с 30 здесь она на низком уровне в принципе как у большинства бюджетников парованы здесь довольно глухие тембр бас-гитара не определить на слух просто понятно что бас-гитара здесь есть и где она конкретно звучит тембр голосов передает хорошо как бы вы сразу понимаете кто это поет довольно приятные можно сказать без искажений а вот высокие частоты знатно песочек ширина сцены здесь тоже небольшая все играет немножко шире головы что касается детализации чтобы услышать какие-то фоновые проигрыши на электрогитары там синтах или чем-то еще здесь ее недостаточно просто опять же слышите какой-то подклад но не можете понять это там родус или какой-то другой синт или орган просто вы понимаете что вот есть какая-то подкладка вот примерно такое звучание и друзья перейдем сразу к самому интересному звучание по проводу эта вещь которая немножко подвынесла мне мозг и удивило потому что звучание по проводу у нас получается прям на голову лучше чем звучание по bluetooth и мы выходим на уровень беспроводных моделей за 60-70 долларов здесь когда вы подключаете наушники по проводу бас и сразу встают на свои места они не такие глухие и раздутые баланс частот сразу становится более правильный становится лучше детализация слышны фоновые синты и другие партии гитары стала шире сцена и тембры что важно стали более натуральны то есть то что вы не могли разобрать по басухам по каким-то партиям подкладам и прочим становится различимо забавно что в предыдущей модельки с 35 которые тестировал примерно полгода назад звучание по кабелю как раз таки было хуже мне конечно приятно помечтать что это прислушались к моему мнению то что вот там по звучанию было хуже теперь и на лучше но смысл остается такой что при подключении по кабелю звук лучше и это значит что потенциал в принципе драйверов этих наушников звучание как такового здесь не раскрыт полностью при прослушивании по bluetooth учитывая что здесь только стандартные кодеки и sbc возможно с кодеком лутак картина была бы другой но возможно делают в чем-то еще там что-то с цапом и силком недостаточно мощность в общем причин может быть много но картина в итоге вот такая что касается звучание в играх она отличная особенно обязательно нужно включать игровой режим который активируется в приложении про него расскажу и обязательно стоит включать басовый режим который включается кстати говоря и игровой включается тройным этапом басы включается двойным но басовый почему-то нельзя включить или выключить приложение в общем надеюсь они это допилят и так задержка здесь 60 миллисекунд она минимальная и практически не ощутимо играть комфортно если подводить такой общий итог по звучанию хейлу с 30 это идеальная бюджетная модель под игрушки в этой модели для игр есть все включая вот этот съемный микрофон который реально улучшает качество передачи голос и после уже звучание для игр и кино эта модель для прослушивания музыки но для любителей басового звучания в итоге 8 из 10 с 30 получает среди моделей до 50 долларов все-таки и green хайтюн макс 5 остаются пока для меня лидером в этом бюджетном сегменте среди всех полноразмерных беспроводных наушников модель получает 4 из 10 я имею ввиду до 500 баксов пока что лучшими для меня остаются сенхайзер моментом 4 варилась и так теперь по микрофону качество микрофона здесь достаточно чтобы передавать голос как в шумных так и в тихих условиях но когда вы подключаете микрофон получается вообще отличное качество звучание которое идеально подойдет для каких-то командных матчей и просто даже для общения по телефону например но когда я подключил микрофон в первый раз у меня почему-то не сразу записался голос него пришлось отсоединить потом подключить как-то подкрутить и только потом он заработал в общем если у вас первого раза не заработает имейте это виду ну и вот послушайте как звучит микрофон это звучание наушников хэйлу с 30 дома в таких условиях это звучание микрофон возле дороги 1 2 3 4 это звучание через подключаемый микрофон и звучит это намного поинтереснее и качественнее и друзья я кратко сравню сейчас вот эти с 30 с 35 и на мой взгляд прямым конкурентом этой модели Ukraine хайтюн макс 5 и так краткое резюме атакую с 30 это для любителей басового звука про то что я уже сказал и для любителей поиграть в игры для тех кому нужен хороший микрофон с 35 это для любителей басового звука но тут уже сугубо для прослушивания музыки если вы любите яркие но в то же время мягкий окрашенный и басовый звук что же касается you green хайтюн макс 5 это для любителей сбалансированного звука для прослушивания музыки звучание в югринах более детальное более натуральное все-таки кодек лдак здесь решает во всем остальном 3 модели практически идентичны очень похожий дизайн они все хороши по комфорту в них удобно сидеть два-три часа напролет плюс-минус удобное управление с оговорками но все же удобно и во всех посредственное средненькое шумоподавление в принципе для всех бюджетников это нормальная история хорошо что она вообще есть но наконец наконец ребята хейлу допилили свое приложение потому что когда я тестил с 35 я просто не мог приконнектиться к приложению я мучился я не знаю сколько и в итоге мне ничего не получилось сейчас же все получилось хорошо и в приложении есть полезные функции к сожалению не все полезные функции которые я ожидал но тем не менее они там есть если подробнее сравнить с 30 и с 35 то в с 30 их более современная версия bluetooth в 35 было 5 и 2 здесь 5 и 4 конкретно на звук или на какие-то другие вещи это не влияет в 30 большая автономность 80 часов без шумоподавления то есть на 20 больше и 50 часов с включенным шумоподавлением то есть на 10 часов больше но как там так и здесь вы будете заряжать наушники примерно раз в неделю так что автономности достаточно как там так и тут в с 30 есть два режима первое это объемное звучание и второй режим для игр и уникальная особенность с 30 это подключение комплектного микрофона это реально прикольно потому что очень малое количество музыкальных именно моделей которые не игровые гарнитуры имеют такую возможность ну и среди этих моделей вывод простой с 30 больше для игрушек с 35 для музыки про основной я уже рассказал и теперь пройдемся по функционалу и прочим момент и так шумоподавление как я и сказал она здесь средненькая блокирует примерно 50 процентов шумов режим прозрачности тоже среднего качества много фонового шума пользоваться конечно можно но когда вы разговариваете с кем-то в режиме прозрачности очень хочется просто снять наушники и нормально поговорить стабильное соединение здесь на действие с 10 bluetooth 5.4 не было никаких заиканий никаких прерываний в радиусе 10 метров автономность здесь тоже на 10 из 10 50 со включенным шумодалом и 80 без шумодала но это прям очень хорошо кстати говоря есть быстрая зарядка 10 минут зарядки дают 5 часов прослушивания музыки управление здесь удобно она гибрид кнопочного и сенсорного управления но сенсорное управление можно было смело просто выкинуть потому что на него навесили три второстепенные функции управление вот такое сейчас подробно останавливаться на этом не буду просто скажу что но действительно удобно и я к нему привык из других функций здесь есть multipoint здесь есть авто выключение но нет автопаузы при снятии наушников и нет беспроводной зарядки и про приложение хэйлу sound она доступна как для android так и для iphone как и в предыдущий раз она тогда мне вынесла мозг потому что не мог подключиться сейчас она мне вынесла мозг потому что я долго регистрировался не зарегистрировавшись в аккаунте вы не сможете пользоваться приложением но это принципе мелочь в общем в приложении можно построить заряд наушников можно управлять шумодавом и прозрачностью перейти в игровой режим выбрать один из шести пресетов эквалайзера найти наушники они издают звук если вы например где-то их потеряли обновить прошивку и сбросить все до заводских но в приложении нельзя чего не хватило лично мне это настроить эквалайзер вручную только пресеты настроить управление под себя настроить таймер для автовыключения отключить или включить режим быстрого разговора это если вам нужно с кем-то поговорить вы просто прикладываете палец правой чаши включается режим прозрачности вы кому-то что-то отвечаете потом вы убираете палец и снова включается шумоподавление штука удобная но в приложении от sony эта функция как включается так и отключается если она вам не нужна принципе приложение прикольно я обязательно рекомендую вам скачать я уверен что функции будут добавляться новые она будет допиливаться она выглядит приятно она очень простой интуитивно понятно в общем хайлу вы молодцы тут респект но все-таки надеюсь что вы добавите новые функции которые я перечислил что касается внешнего вида то он здесь минималистичный ничего лишнего кроме пожалуй букв на чашах мне они не очень заходят хотя я понимаю что это какая-то фирменная фишка компании хэл в общем дизайн здесь мне очень напоминает наушники sony w h 1000 xm 4 ножники матовые и доступны в черном и белом цветах комфорт здесь тоже отличный минус один балл за то что уши немножко касается внутренней стороны чаш когда вы их надеваете начале я думал что это будет вызывать какой-то дискомфорт но на самом деле в наушниках можно абсолютно без проблем просидеть два-три часа они очень удобны ну и про качество материалов она здесь хорошая в оголовье у нас металлическая вставка принципе ничего не люфтит ничего не скрипит наушники удобно складываются их легко положить как рюкзак так и куда-то на стол вот так вот в общем здесь все хорошо еще интересный вариант по трем доступным вариантом по комплектации мне досталось стандартной версии есть еще модель basic и есть модель про модели про там еще есть дополнительный чехол тканевый для переноски но модели basic которая будет стоит 29 99 долларов нет вот этого микрофона съемного но я рекомендую вам брать ребят именно модель стандарт потому что вот этот микрофон ну блин за него точно стоит оплатить 1 доллар потому что качество передачи голоса ну на порядок лучше чем через встроенные микрофоны в остальном же в комплекте кабель для зарядки type-c на тайпэй аудиокабель 3 5 на 3 5 инструкция плюс буклет итак друзья подведем итог по этим прекрасным бюджетным наушникам halo s30 это реально классные наушники с басовым звуком в первую очередь больше под игрушки потом уже для музыки кстати говоря это прикольный вариант чтобы купить такую универсальную модель если вы любите и в игры поиграть неважно это мобильный гейминг или гейминг на пк плюс вы любите слушать музыку в принципе за 30 долларов сложно найти что-то более качественное в наушниках можно подключить съемный микрофон еще один аргумент в пользу покупки этой модели как игровой гарнитуры при подключении по кабелю вы получаете звучание в два раза более качественно чем при подключении по bluetooth вот этот момент меня реально удивил я до сих пор немножко под впечатлением от этого тут есть шумоподавление хоть она средненькая но она здесь есть есть режим прозрачности есть приложение есть удобное управление сами наушники удобные крепкие красивые даже свои 50 долларов за полную цену наушники точно стоит а уж учитывая скидки которые грядут и учитывая то что эта модель будет стоить 30 долларов ближайшие 7 дней ну эта цена более чем управдана и как говорится заверните мне пожалуйста 2 и не забудьте использовать промокод в описании ну вот такой получился обзор друзья обязательно пишите что вы думаете про эту модель мне будет интересно пообщаться с тобой в комментах ставьте лайк подписывайтесь на этот канал и увидимся на мой час